Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами вновь затронем вопросы осветления вина. Рассмотрим их более подробно. Я вам расскажу, что влияет на осветление, какие факторы, чем можно помочь вину, ускорить его осветление. И расскажу нюансы для красных, белых, ну немножко коснемся розовых вин. Расскажу, как избежать ошибок максимально. То есть, ну, видео будет довольно такое подробное. Ну, начнем с чего? Начнем с того, что я покажу, что сейчас происходит у меня. Значит, это мое красное. Ну, в общем-то, оно практически уже прозрачно. Оно дело в том, что очень такого темного цвета, я бы даже не сказала, что рубинового. Ну, цвет очень темный, довольно прозрачный. То есть, это вообще можно смело потреблять. Оно уже очень красивое. Розовое. Оно мутноватое. Это тоже нормально. Белый реформ. Сегодня мне удалось практически полностью выставить нормальное освещение. Ну, может быть, на тон вы видите темнее, чем я. То есть, вот такое вот желтенькое, красивое винцо. Ну, чуть-чуть есть, чуть-чуть. Но она настолько незначительная, что, в общем-то, практически уже вот такой напиток можно подавать на стол. И не каждый заметит вообще, что в нем еще есть вот этот осветленческий дефект. Скажем так, что оно еще не полностью готово. И потом уже камеру сниму, покажу еще Антони Великий. А теперь смотрите. Вот это. Одно и то же. Только вот это. Не осветленное. Это осветленное. Как сделать вот такое, расскажу. Что же влияет на процесс осветления вина? Факторов может быть много. Фактор А. Сам виноград. Какой сорт мы используем. Следующий это дрожжи. Потому что даже чистые культуры дрожжей, при неправильном подборе, они могут мешать осветлению. Будет такая вот взвеська плавать, будет мутненький напиточек. То есть это влияет на цвет. Цвет даже в плане насыщенности тонинами. То есть вот темный я вам показала. Практически слеза. Ну, может на камере, когда я замедлю, там немножко по-другому что-то будет видно. Но. То есть более темный, более светлый. Ну, более-более светлый. И у меня реформ, наверное, то счастливое исключение. Когда он осветляется очень хорошо. И с года в год вообще с ним никаких проблем. Но с белыми винами потом коснемся еще раз. То есть чем больше тонинов, тем вино осветляется быстрее. Ну, более-менее прохладная температура должна быть. И теперь еще такой момент. То есть по насыщенности я сказала. Дальше что происходит. Вот эти мелкие частички, они у нас находятся во взвесе. Постепенно они друг с другом склеиваются. И падают в осадок. И здесь нам на помощь, если нам надо несколько ускорить процесс, но не довольно быстро, могут прийти те же дубовые щепочки. Либо дубовая стружка. Помните, в прошлом видео, когда я говорила про дубовую щепу и дубовую стружку, я говорила, ну, стружка это какая-то ерунда. Вот стружка, она будет хорошо как раз-таки, если надо несколько ускорить осветление. Тут какой момент. Получается, что вот эти наши мелкие частички, они не склеиваются. И под действием силы тяжести постепенно опускаются на дно. Дуб выполняет две функции. Первое, это насыщение танином. И помним, что танины способствуют выпадению. Раз. А во-вторых, то есть, если они там где-то, эти щепочки у нас лежат, вплоть до того, что на них может осаждаться, то есть расстояние. Особенно, если мы возьмем стружку, что-то такое вот, что будет там как-то в нашей бутылке не совсем лежать, то будет меньше расстояния, и скорость оседания этих частиц будет быстрее. Что еще может влиять? Это то, какое вино сухое, либо там есть наличие сахара. Чем слаще вино, тем оно может осветляться хуже. Почему? Выше плотность. Соответственно, выше плотности частички больше. И дальше, что касается белых вин. Белые вина могут осветляться плохо, могут осветляться долго, и для них это нормально. Ну, я вам показываю свое раз. Тут все замечательно. Сейчас смотрим Антони Великий. Вот смотрите, Антони Великий, и как раз говорила, да, выставляла освещение. Помним, вот это с дубом, это еще только стоит. Ну, по цвету, да, они отличаются, но вот смотрите, то, которое с дубом было, видно, 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 вот сантиметра два-три. Итак, начинается осветление, потом оп-оп-оп, и постепенно переходит к осадочку. Видим эту градацию? То есть вот это вот вполне нормально, но в этом еще такого разделения нет. Чуть-чуть, конечно, к одну видно, но к верху нет. То есть танины, они способствуют вот этому самому осветлению. Пока, конечно, глобальной разницы не видно, но тем не менее она есть. Ну что ж, теперь я как раз сделаю вставочку того видео, где я уже провожу непосредственно осветление, и потом в конце, в конце прокомментирую результаты. То есть получим вот такой продукт. Я показываю, как, почему я выбрала желатин. Ну, желатин вообще считается, во всяком случае, во многой литературе, в которой я читала, одним из лучших агентов для осветления, одним из лучших оклеивающих материалов, но в промышленности. Не так часто используется, ввиду его определенной дороговизны. Ну, понятно, да, при больших объемах там больше используется бентонит и так далее. Сейчас я вставляю, значит, тот кусочек видео, где я показываю, как я это делаю. Где-то я, возможно, могу повторяться, потому что съемка происходила в разные дни. Это смотрим, а потом я возвращаюсь к вам и комментирую результат. По дозировкам. Для белых вин нормальных это 5-8 грамм желатина на 10 литров. Ну, вот это то, что я нашла именно в производственных книжках. Это количество может быть увеличено. То есть, чем хуже вино, помним, чем оно более мудное, чем у него хуже цвет, до 18, а то и до 30 грамм желатина на 10 литров. Ну, красное мы руководствуемся приблизительно вот это вот 6-8. Но никогда не берите вот эти голые цифры. То есть, тоже промышленность, производство. Понятно, что книжка, которой я руководствовалась, она довольно старая. Но вот как раз-таки тем она нам и полезна. То есть, сейчас там могут быть другие методы. Но несколько пробирочек выставляют, добавляют разное количество желатина и смотрят, где лучше осветлиться. Нигде быстрее. Нет. Смотрят, где, в какой пробирке надо будет наименьшее количество вот этого вот оклеивающего вещества. Ну, при нормальном результате. То есть, помним, мы экспериментируем всегда на малых количествах. И тогда подбираем для себя индивидуально. Если вы видите где-то в рецепте, что вот только столько добавить, ну, можете пробовать. Но ваш страх и риск. Всегда лучше сделать какую-то пробную партию и на ней посмотреть. Потому что много параметров, от которых зависит наличие танина. Раз. Температура. Два. Кислотность. Три. Чем выше кислотность, тем виной легче осветляется. Этих параметров в стандартных рецептах никто не учитывает. Вам говорят, добавьте, ну, а потом у кого-то получилось, у кого-то нет. Дальше. То есть, цифры я вам назвала, вот в видео тоже пропишу. Берем желатин. Насыпаем нужное нам количество и разводим его в десятикратном объеме воды. То есть, 1 грамм, понятно, 10 грамм воды. 10 грамм желатина, 100 миллилитров воды. Ну, все понятно, да? Поскольку вот у меня такие количества небольшие, чего тоже я рекомендую. Как просто. Отмерить один грамм на весах крайне тяжело. Поэтому не жадничаем. Ну, например, да? Берем 10 грамм, берем 100 миллилитров. Разводим дальше. Зависит еще от... Здесь плохо видно. То есть, у меня тут тепленький желатин. От самого желатина. Значит, если это обычный стандартный желатин, на 6-8 часов оставляем замачивать. При этом, там, можно, в принципе, и на ночь оставлять, замочить. Потом, ну, желательно, если на ночь, воду несколько раз поменять. Он набух, потом мы его нагреваем, используем. Вот это у меня такой, Могилевского завода, желатин. Он быстро растворимый. То есть, ему достаточно, наверное, 30 минут набухнуть, и потом чуть-чуть даже просто в тепленькой водичке... Я вот поставила мисточку в тепленькую водичку, все, он тут же растворяется. То есть, вот такой быстро растворимый желатин. Дальше рассчитываем то количество, которое нам будет нужно. Да, желатин должен остыть, то есть, он не должен быть горячим. Рекомендуемая температура проведения сего действия от 8 до 20 градусов, не выше. У меня венцо еще немножечко с холодильника, с балкона, то есть, оно прохладное, оно будет градусов 15. Как только вы начинаете проводить эту процедуру свыше 20 градусов, возможно, вот появление хлопьев, которые не будут оседать. То есть, это тоже надо учитывать. Температура важный параметр. Ниже 8 тоже проводить не стоит, не очень хорошо. Значит, теперь помню. Для хорошего вина нам надо 6-8 грамм на 10 литров. Значит, 0,6-0,8 на литр, и, следовательно, половина на пол-литра. Как отмерить? Ну, тоже отмеряем то количество, которое мы можем измерить. Я руководствуюсь так. Столовая ложка – это приблизительно 10 грамм. Будем считать, раз у меня винцы такие подпорчены, значит, мне бы понадобился 1 грамм на, то есть, 6-8 на 10 литров. Так, будем брать, что я 10 на 10. Ну, проще считать. И дальше я рассчитываю как? Считаю на литр. Помним, здесь мы добавили 10-кратный объем. Значит, ложка – это 10 грамм. В этой ложке будет 1 грамм желатина. Это у меня будет на литр. На пол-литра я буду считать на пол-литра. У меня будет где-то достаточно пол-столовой ложки. Ну, можно чуть больше, ввиду того, что, помню, вино у меня не идеальное. Итак, добавляем. Значит, я беру на желатин. Вот он еще жиденький. Может, плоховато видно, но тем не менее. У меня местами. Ну, где-то пол-ложки. И медленной струйкой. Взливаю сюда. Перемешиваю. Можно закрыть крышечкой. Там уже что-то пошло. На самом деле, вам может быть не видно. А я вижу, что там уже какие-то процессы пошли. Белое действует довольно долго. Когда я говорила, что пробуют в пробирочках, то сутки-двое, и уже виден результат. По крайней мере, мы можем рассчитать дозу. Значит, я сейчас это поставлю опять в прохладненькое место. И посмотрим. Ну, с розовым. Вот. Я вам просто буду показывать, да, так, чтобы было нагляднее. То есть, вот оно такое мутненькое. Ну, розовое, что у нас по качеству лучше. Сколько мы к нему добавим? Значит, помним, что это будет 1 грамм. Значит, мы добавим где-то пол ложечки. Можно еще чуть меньше. Добавляем сюда. Что-нибудь строчек облею. О, смотрите. Ага, все. Процесс пошел. Болтали. Собрались хлопья. Теперь этим хлопьям надо время осесть. То есть, вот здесь. Видите, особо хлопьев. Они чуть-чуть есть, но они не такие заметные. Хотя цвет, вот цвет визуально стал гораздо приятнее. Не такой, как бы, серый. Вот. А здесь, смотрите. Видите, вот там, даже пока, пока разговаривали. Вот. О, видите? Хлопья. Все, теперь им надо осесть. Еще покажу один кадр. Опять же, цвет у вас искажен. Видите? Хлопья пошли выпадать в осадок. Прошло буквально 10 минут. Вот от того момента, когда я добавила. На красных может еще быстрее происходить. Но я пока что еще поставлю там в холодильничек. Вот, смотрите. Прошло двое суток. Что мы видим? Розовая полностью осветлилась. Вообще прозрачная. Как слеза, можно сказать. Хотя и сутки назад уже был такой эффект. То есть, осветляется быстро. При вот той дозировке, которую я вносила. С белым пока все сложно. Хотя цвет не такой серый, как был. Но пока особых изменений нет. Значит, с того самого дня, как я обработала свое вино желатином. Прошла неделя. Вот оно розовое. Видите? Вот такое красивое. Очень красивое. И вот оно, это самое белое. Ну, я не знаю. Я вроде как сравнивала ролики. Может быть, чуть-чуть цвет поменялся. Я сейчас еще дополнительно включу фонарик. Ну, вот здесь тоже есть небольшое разделение фракций. Видите? Сверху полоса. Потом такая мыть. И что я заметила? То есть, постепенно стал выпадать осадок. По цвету пока что что-либо сказать сложно. Ну, будем смотреть. Я просто не стала ждать нужного времени. Решила вам показать уже сейчас. И как резюме вот всего этого показанного, сказанного. Значит, темные вино мы можем осветлить. И можем осветлить быстро. Если вот это даже два дня, и оно уже было кристально чистое. В принципе, вы увидели даже сразу результат. Здесь получается, ну, вот дней шесть. Видите? Еще пока что непонятно. Я, конечно, потом в каком-то из роликов обязательно вам покажу, что произошло в итоге. Но пока непонятно. То есть, если вам нужно привести в порядок белое вино, то помните, что недели три на это у вас уйдет точно. Поэтому, если надо срочно, ну, срочно не факт, что получится. Можно, конечно, попробовать каким-нибудь бентонитом. Но самое основное, самое важное правило. Где бы вы ни читали, какие рецепты, где бы вы ни читали, какие дозировки, помните о том, что пробная доза на малом количестве. Обязательно попробуйте, чтобы, ну, всегда жалко испортить продукт. Да, может, его потом как-то можно исправить, но не факт. Может получиться не то, что вы бы хотели. Поэтому попробуйте лучше на малом количестве. По крайней мере, будет не жалко, потому что потом действительно будет жалко, когда примените ко всему объему. Касательно желатина, кстати, яичный белок будет действовать точно так же, молоко будет действовать точно так же. И дозировка, чем хуже вино, ну, допустим, белое, да, тем больше будет дозировка. И чем оно такое вот по цвету страшное. Ну, цвет, видите, мне хотелось попробовать на этом. То есть, к тому я применять не буду. Я знаю, оно и так нормально осветлится. Здесь было вот такое поражавшее. Ну, немножко камера сейчас будет неоднозначно передавать и сравнить первое и второе пока что сложно. Как-то мне сразу казалось, что немножко изменилось. Потом вроде бы не особо изменилось. Что будет в результате, я не знаю. Но я видела в реальности, когда смотрела, ну, коллег решила, а что же у них? То есть, белое вино, там уже они не белое, не коричневое, страшное. То есть, для них дозировка может быть больше. Ну, помню, да, что сразу не увидим. Надо попробовать и тогда уже рассчитать под конкретно ваше вино, сколько надо будет применить того или иного агента. Кстати, касательно молока, именно молока. Молоко может все делать довольно быстро, но я уже не стала пробовать, ибо ни на чем, видите, у меня все довольно красивое выходит. То есть, для вот такого вот вина молоко его просто погубит. Если вино страшное, такое коричнево, непонятного цвета, то там, да, молоко может спасти. При этом еще какой момент, перед тем, как вы соберетесь осветлять особенно белое, до этого снимите с осадкой и сделайте вообще переливочку проветривания за несколько дней. Это может способствовать лучшему осветлению. И, например, если хотите применять тоже дубовую щепу, примените накануне, да, до этого, а потом осветляйте. Вот эти самые танины дуба, они нам помогут. Ну, и, конечно, финально, что бы хотелось сказать о вкусу. Честно говоря, когда я попробовала вот это, мне показалось, что вкус немножечко поменялся. Ну, когда я ела второе и сравнила, да, знаете, что вкус поменялся, но он поменялся не в сторону уменьшения ароматики, не в сторону уменьшения запаха. Оно сильно пахнет и то, и то. Причем это такой вкус-аромат хорошего, очень спелого розового грейпфрута, когда вот он и грейпфрут, и земляника именно такая, такой вот приятный аромат, но отвлеклась. То есть вот это вино, оно кажется как бы более зрелым, более завершенным, чем вот это. Ну, конечно, время чуть-чуть пройдет, и оно будет такое же, но тем не менее по ароматике все хорошо, все сохранилось, все классно, но оно более завершенное. Также в завершении, что еще хотелось бы отметить, это тот факт, что вино будет лучше, даже если вы применяете какие-то агенты, осветляться со временем. Есть определенная категория вин, которые изначально, чем бы вы их не оклеивали, не пытались осветлять, они могут не осветлиться. Такие вина так и называют, что эти вины не берут клея. То есть для них тоже надо время, поэтому не спешите, вот сразу там сняли с осадка, чуть-чуть подождали, давайте быстренько осветлим. Ну, можно пробовать, как я уже сказала, но пробуйте на маленьких партиях, тогда, по крайней мере, будет не жалко, потому что тот же желатин, вот он, да, определенные эти частички, как бы сагрегировал, но они пока что остались вот здесь, им надо время сесть, а вам бы хотелось получить красивый продукт, в итоге получили более мутный, поэтому не спешите, максимально ждите, уже когда вы понимаете, что ну вот надо, действительно надо, тогда пробуйте, повторюсь еще раз, маленькими партиями. Ну, а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будут мои контакты и каталог наших сортов винограда. И до новых встреч, пока!